А сейчас бы мне хотелось поговорить о событиях, которые произошли на прошлой неделе в курортном Бердянске. Событиях, которые потрясли всю Украину. Посреди бела дня в Бердянске стреляли. Стреляли в представителей налоговой администрации. Налоговая администрация не осталась долгу и стреляла в ответ. Дело было так. На одно из коммерческих предприятий Бердянска прибыли сотрудники налоговой администрации для проведения оперативно-следственных действий. Однако, собственник этого предприятия, известный в городе бизнесмен Александр Пономарев, при помощи сотрудников своего предприятия и охраны данной структуры, учинил активное противодействие. Вы наверняка зададитесь вопросом, как такое возможно в цивилизованном государстве, которое стремится к членству в Евросоюзе. Как видим, очень даже возможно. Главное, чтобы калибр местного князька соответствовал ситуации. А калибр господина Пономарева, или как его называют Бердянский Пономаря, этому действу весьма соответствует. Начиналось становление господина Пономарева в далекие 90-е годы, когда Украина формировалась как независимое государство. Судьба свела господина Пономарева с генеральным директором акционерного общества «Азмол» господином Стахурским. Продуктивно свела, действенно. В итоге в руках у господина Пономарева оказались все наиболее выгодные контракты предприятия. Предприятие «Азмол». На то время предприятие, напомним, было еще государственным. В сочетании с огромным количеством краденого азмоловского масла, которое разливалось в некие емкости на предприятии господина Пономарева под названием «Агренол», это дало колоссальный экономический эффект. Со временем хороший мальчик Саша превратился в самого уважаемого бизнесмена города Александра Пономарева. Ресурсы, которые получил господин Пономарев на теневых сделках с маслами производственного объединения «Азмол», дали возможность приобрести господину Пономареву недвижимость, семейные участки, кафе, рестораны и еще многое-многое в городе Бердянске. Потом этого господину Пономареву показалось мало. Господин Пономарев начал мечтать о власти. На сегодняшний момент, по информации газеты «Искра», господин Пономарев провел массу переговоров с представителями политических партий в городе Бердянске. Сегодня, по нашим данным, в списках Коммунистической партии Украины, в списках Сильной Украины Сергея Тегибко и в списках фронта перемен Арсения Яценюка, в партийных списках, которые будут подаваться на выборы депутатов Бердянского горсовета, присутствует минимум одна треть людей, которые управляются господином Пономаревым. Очевидно, такая диспозиция, очевидно, такое расположение сил дает возможность господину Пономареву возомнить себя хозяином территории. И, очевидно, только такое оппозиционирование дало ему какое-то внутреннее моральное право противостоять представителям государства. На сегодняшний момент ситуация, с моей точки зрения, выглядит критически. Если бизнесмен позволяет себе в открытую противодействовать государственной власти на территории, то это говорит только об одном. Что человек ставит себя над законом. Подобную оценку я могу давать достаточно четко, по одной простой причине. Я и, как многие другие граждане Украины, видели видеозапись, которую выложила в интернет команда Пономарева. Даже после той чистки кадров, которые были проведены, редактирования данного материала, достаточно четко видно, что человек, в частности Александр Пономарев, открыто провоцирует граждан, подчиненных ему, сотрудников охраны, сотрудников его предприятия, на активное противодействие органам, силовым органам, в конкретной данной ситуации, налоговой администрации Украины. И здесь возникает один единственный вопрос. Сможет ли местная власть Бердянска жестко и четко поставить взорвавшегося бизнесмена на место? Или правительству придется... Я фантазирую, конечно же, но тем не менее. Не исключен вариант, что правительству придется вводить регулярные войска в Бердянск, где на сегодняшний момент господин Пономарев, обладая маленькой, но тем не менее боеспособной армией, поставил себя над законами Украины, над потребностями государства.